Добрый день! Мы снова отвечаем на ваши вопросы, которые приходят к нам по различным каналам. Сегодня речь пойдет о такой проблеме, как исправление замаха при ударе справа. Ошибок на замахе справа может быть бесконечное количество вариантов. Так же, как может быть бесконечное количество вариантов в кубике-рубике, который разобран. Мы его несколько раз повернули, и все квадратики стали в хаотичном порядке, и вам нужно снова это собрать. Но существует в собирании кубика-рубика определенные алгоритмы, которые вам помогают из любого положения собрать снова все стороны в один цвет. Так же, в принципе, существует и универсальное упражнение. Кто-то, может быть, знает другие упражнения. Я расскажу вам о том, которым я знаю. Для того, чтобы любой, в принципе, кривой замах при ударе справа привести к какому-то более-менее хорошему общему знаменателю. Итак, предположим, что у вас либо вы замахиваетесь просто одной рукой без корпуса, либо у вас локоть висит. То есть я не буду перечислять все возможные варианты ошибок, но я посоветую вам в первую очередь, и это делают все дети за границей. То есть в Европе, безусловно, я видел всех маленьких детей, там, начиная с пяти, с шести лет, учат замахиваться справа именно так. Замах справа делают обязательно двумя руками. Двумя руками. И хватка у вас для игры справа не как для игры слева. И неударная рука поддерживает ракетку снизу. Вот сейчас я показываю, как это делается. У вас плоскость ракетки направлена от себя, и вы запускаете движение замаха ногами и плечами. Делаете то, что необходимо сделать в ударе справа для будущего разгона ракетки, эллипсовидную траекторию замаха. Вот такое. После этого двумя руками вы опускаете ракеточку вниз, ведете ее вперед, и с помощью неударной руки поворачиваете ракетку и приводите чуть ниже противоположного плеча. Повторяя это много раз подряд, ваша основная рука привыкает к тому, что замах делается корпусом. Не рукой, а корпусом. И привыкает к тому, что траектория замаха становится всегда примерно одинаковой. Вы замахнулись руками, двумя руками, помогли себе ногами, вынесли, создали как поступательное, так и вращательное движение, вышли из удара. В дальнейшем, когда у вас, ваше мастерство начнет повышаться, вы вот в этом моменте начнете отпускать, отпускать неударную руку, освобождать ударную руку. А она продолжит тот же самый путь, путь, который вы тренировали двумя руками. Вот я рассказал об этом с практической точки зрения. Сергей расскажет. Почему лучше учиться замахиваться именно двумя руками? Дело в том, что две руки образуют жесткий треугольник, и вы за счет этого движения создаете конструкцию, при которой просто будет меньше ошибок при замахе. Все точки ракетки при замахе двигаются вместе с телом. Головка ракетки, запястье, левая рука при замахе двигаются вместе с телом. Смысл в том, что сама игра в теннис в будущем, в будущем, я имею в виду тех, кто учится играть на сегодня, или кто исправляет эту ошибку, будет иметь скоростной характер. То есть обмен ударами идет в секунды, секунды 20, секунды 30 сотых. И на этих скоростях, чем проще система при замахе, тем просто организму проще реагировать на этот ответ. Вот почему вот эта конструкция при замахе с помощью левой руки, именно жесткой конструкции, она более оправдана в современном теннисе. Второй, конечно, момент. Если левая рука помогает замахиваться, то правая рука расслабляется, и расслабляются вот эти мышцы, которые сзади. Если правая рука свободна, она лучше готова воспринять нагрузку. Вы просто расслабляете за счет поворота именно с левой руки, расслабляете правую руку. Ну, вот, собственно, я... И еще я хотел добавить, да, что при замахе двумя руками вы практически освобождаете голову от какой-то скрупулезной, очень ненужной нагрузки. То есть если вы сложный замах исправляете человеку, говорить ему, вот, веди руку так, потом по-другому, какие-то даете ему определенные опорные пункты, даже по траектории, он все равно будет слишком сильно сосредоточен на себе. Делая замах двумя руками, вы фактически из-за того, о чем сказал Сергей, из-за конструкции жесткий треугольник, вы лишены физической возможности сделать какие-либо ошибки. То есть ваши руки ограничивают амплитуду и возможности сделать замах как-то неправильно. То есть все получается именно естественно, и так, как это может быть. По-другому просто это не сделать двумя руками. Да, вы создаете такой... Это такой методический прием, при котором вы создаете такие условия, при котором невозможно сделать ошибку. Фактически невозможно сделать ошибку. И ваша голова, она остается свободной и занята анализом прилетающего мяча, его скорости, траектории, того места, где будет отскок, подходом к мячу. Она не находится где-то... Ваше внимание не находится сзади на том, что делают ваши руки. Ваши руки как бы... Конечно. У них нет выбора. Они лишены выбора сделать что-то неправильно. А с точки зрения времени, например, у Агасси это 0,2-0,3 секунды. Это скоростной замах. С точки зрения Федерера это где-то полсекунды. Это более растянутый замах. Но это все равно мало. Поэтому не стоит так усложнять систему какими-то дополнительными движениями, свободными в правой руке. Я надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. С вами были Андрей Меринов. И Сергей Подоляк. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok